Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Все плюсы и минусы проведения единого государственного экзамена в Карачаево-Черкесии обсудили на совещании правительстве под председателем первого вице-премьера Руслана Тамбиева. Глава государства обозначил четкую задачу, что надо эти места увеличивать. В Северокавказской академии на 10% стало больше бюджетных мест. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Двое подростков обвиняются в совершении 12 эпизодов преступления. Сегодня день семьи, любви и верности. В этот праздничный день в Вести побывали в многонациональной семье Кушхова, где царит и верность, и любовь, и счастье. Сегодня в Доме правительства прошло совещание под председательством первого заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии, председателя государственной экзаменационной комиссии Руслана Тамбиева. Вместе с федеральными экспертами обсуждали проведение единого государственного экзамена на территории республики. Перед тем, как озвучит основные вопросы встречи, вице-премьер наградил дипломом призера Всероссийской олимпиады школьников по биологии ученицу 9-й гимназии Черкеска Уму Хасанову. После перешли к основной теме совещания – единый госэкзамен и затем заслушали мнение федеральных экспертов. Во всей стране уже был дан старт по проведению ЕГЭ. Уже на первом этапе есть плюсы, есть минусы. Поэтому наша задача – ЕГЭ – это не один день, не два. Это будет в течение месяца. И задача – те ошибки, которые мы допустили в начале ЕГЭ, сейчас проанализировать, найти правильное решение, и чтобы дальше у нас ЕГЭ продолжалась как можно с меньшими потерями, с меньшими нюансами. Я призерсь Российской олимпиады школьников. Это наша главная олимпиада в стране. Она дает все льготы при поступлении, что называется, без вступительных испытаний, БВИ. И когда я об этом узнала, я двое суток не могла поверить в это просто. Я, честно говоря, до сих пор не до конца верю. И держать этот диплом в руках – это что-то поднебесное, наверное. Чувства абсолютно фантастические. И от привкушения, где я буду учиться, что я буду изучать, какие преподаватели будут меня учить, у меня сердце драгается просто. Выпускники Карачао-Черкесии в период коронавируса поняли, что надо выбирать профессии, которые спасут от самоизоляции и дадут возможность самореализации. Врачи, аграрии, инженеры – это сегодня самые популярные специальности в Северо-Кавказской государственной академии. Из приемной комиссии ВУЗа репортаж Руслана Коркмазова. Приемная комиссия Северо-Кавказской государственной академии начала работу с хорошими вестями. Бюджетные места увеличились на 10%. У нас где-то более 500 бюджетных мест на очной и заочной форме обучения. В том числе у нас средние профессиональные колледжи имеют бюджетные места. Так что снижения бюджетного финансирования нет. Ректор Руслан Кочкаров отметил, что сегодня государственная политика сделает бесплатное образование в регионах более доступным. Поэтому в академии ожидают еще большего увеличения бюджетных мест. Глава государства обозначил четкую задачу, что надо эти места увеличивать. Учредитель над этим работой. Вполне возможно, что и в этом году даже могут быть увеличены эти места. В Северо-Кавказской академии работают телефоны горячей линии. Я вас слушаю. Общение с абитурентами проходит с соблюдением антикоронавирусных мер. У вас есть возможность сейчас сесть за компьютер? Мы бы с вами вместе прошлись по сайту. Поэтому горячая линия академии работает, как горячая линия Кремля. Круглосуточно. Вечером все освобождаются, поэтому начинают звонить после работы. Иногда такое бывает, что вместо самих абитурентов звонят родители. Просто абитуренты нас немножко, наверное, стесняются. Для абитурентов и их родителей, желающих не онлайн, а лично прийти в академию и получить информацию о том, какую профессию жизненный путь выбрать, здесь широко раскрыты двери. Потому что знают, как не допустить распространение коронавируса. Мы и экзамены уже в медицинском институте, например, сдавали в режиме прямого общения, потому что иначе законом это не предусмотрено. Мы научились соблюдать все меры предосторожности. И сегодня вот эти вот мероприятия, которые мы уже усвоили, они позволяют, на мой взгляд, спокойно перейти и на режим личного приема. Этот прием мы тоже практикуем. И вот на личный прием пришли Алина Хачирова и Радха Семенова. Эти милые девушки работают на станции скорой помощи. Радха уже учится здесь на медфакультете, а сейчас привела с собой Алину. Это насколько надо быть целеустремленным, чтобы ночью спасать жизни людей, а днем учиться на врача. Семенова не жалуется, говорит, что она любит профессию и все успевает. Вот и Алина решила, что из фельдшера пора переходить на более высокий уровень. Монологию. Алина, конечно, желает поступить на бюджетное место, но если этого не случится, то все равно, как и Радха, готова учиться на платной основе. Инвестиция в профессиональное будущее – эффективнее инвестиции в шубы. Приглашаю наших абитуриентов, наших будущих первокурсников не заморачиваться выездами далеко за пределы нашей республики. Мы готовы оказать весь спектр услуг образователя, который востребован на уровне нашей республики, начиная от дизайнеров, заканчивая медиками, юристы, экономисты, IT-специалисты, строители, инженеры. То есть весь спектр у нас есть, поэтому мы всех ждем. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Вести Карачаево-Черкесия. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 республики составило 3919. Из них 2073 человека выздоровели, 327 госпитализированы. Следственными органами Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела в отношении двух учащихся одного из колледжей Черкеска. Они обвиняются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного статьей «Незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей». Преступная деятельность несовершеннолетних была пресечена сотрудниками ОНК МВД по республике и регионального управления ФСБ в январе 2020 года. 17-летних молодых людей задержали около пансионата «Солнечный» Черкеска. У них обнаружили 52 расфасованных полимерных пакетов с веществом, которое является наркотическим средством синтетического происхождения. Свертки предназначались для дальнейшего сбыта. В ходе дальнейших мероприятий из стойников закладок были изъяты аналогичные пакеты. Принимаются меры по установлению и перекрытию канала поставки наркотиков в Карачаево-Черкесию. Время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 14-19, днем 24-29 выше нуля. Местами сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. В горах ночью до плюс 11, а днем до плюс 20. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Сегодня день семьи, любви и верности дорогих земляков с молодым, но уже полюбившимся многим россиянам праздником. Поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Наше отечество всегда славилось семейными ценностями. А на Кавказе, в том числе Карачаева-Черкесия, до сих пор в почете большие семьи, где каждому ребенку с детства прививают любовь к родине, уважение к старшим, бережное отношение к близким. За последние годы в Карачаево-Черкесии проделана большая работа по повышению качества жизни семей. В этот праздничный день от всего сердца желаю всем жителям Карачаева-Черкесии крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра. День семьи, любви и верности основан на семейной легенде святой супружеской пары из Мурома, князя Петра и его супруги Февронии, которые любили друг друга и хранили верность всю жизнь, несмотря на всевозможные сложности, возникавшие на пути этой любви. Герой нашего сюжета – семья Кушковых, также образец любви, верности и счастья. В канун праздника в их гостеприимной семье побывала Мадина Каракетова. На плечах этой хрупкой женщины большая ответственность. Ведь Александра Кушкова – юрист Министерства внутренних дел Карачаева-Черкесии. Девочка-школьница, планировавшая свою дальнейшую жизнь, тщательно видела себя стюардессой, но жизнь надела на нее полицейскую форму. О милиции и не мечтала, потому что в нашей династии нигде ни мама, ни папа не служили в полиции. Но оказавшись в рядах сотрудников органов внутренних дел, я только обрадовалась, и мне понравилось. И меня это еще больше собрало в жизни. Ответственность, качество выполняемой работы, дисциплинированность, с тех пор стали основными чертами характера Александра, ее девизом. В первую очередь, я сотрудник правоохранительных органов, признается она, а потом уже женщина, мама, жена. Часто рабочий день Александра пролетает незаметно за согласованием внутренних документов Министерства внутренних дел, их правовой экспертизой, представлением интересов ведомства в судах. И задерживаемся, потому что бывают срочные документы, которые необходимо согласовать и направить на подпись министру. Моя семья относится с пониманием, они уже привыкли. Еще бы ведь в семье Кушковых такой распорядок рабочего дня норма, так как все ее члены – сотрудники правоохранительных органов. Поэтому они особенно ценят моменты, когда вся семья собирается вместе. Сегодня своим визитом порадовал сын. Пришел с семьей на чай пить их родителям. Артур Кушков, сотрудник Росгвардии, служит в отделе вневедомственной охраны. Пока теперь уже не просто строгая женщина-полицейский, а милая и ласковая бабушка Саша разливает чай и подает вкусняшки, дети делятся новостями и впечатлениями от прожитого дня. Герои этой беседы – Артур и его напарник, которые спасли человеку жизни, были отмечены благодарностью ведомства и поощрены. Мы с напарником заметили, ну, слышали какой-то звук, это показалось, что звук упал, упало что-то. Мы посмотрели, увидели, человеку плохо упал, и как бы бессознательно лежит, и как бы в конвульсиях. И оказали доврачебную помощь, карета скорой помощи. Приехал на место, мы помогли, спасли его, как бы он задышал, более-менее пришел в себя, начал уже разговаривать, и после чего поблагодарил нас. А вот и глава семьи Кушковых Юрий – инспектор управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сейчас он в отпуске и плодотворно проводит каждый день заслуженного отдыха, посвящая их любимым занятиям, на которые в рабочие дни совершенно не остается времени. И, конечно же, вечер в кругу семьи для него священен, как и для каждого за столом. С Александрой он в браке 27 лет. За эти годы у Кушковых появилось трое детей – Артур, Виктория и Тимур. Эти годы были полными счастья, признается Юрий. Он не устает благодарить Бога за ту судьбоносную встречу в 1993 году в магазине детских товаров, которая и определила его жизнь. Я стояла за прилавком. Он подошел, что-то спросил. Честно говоря, уже так много времени пошло, уже не помню. Что-то спросил. Я ответила. Потом, сколько раз я ему задавала вопрос, почему именно ко мне подошел, сказал, что понравилось. Сердце застучало, подумал – моя судьба. Так и сложилось. Получается, любовь с первого взгляда. Симпатичный, галантный, спокойный и добрый, а главное – высокий. Эти качества кавалера в первую очередь приметила Александра, а Юрий в это время смотрел на нее и думал – богиня. А дальше все как в красивых фильмах о любви. Как он вам сделал предложение? На одном из свиданий. На одном из свиданий предложил пожениться. Ну, это сейчас. Вот современная молодежь, насколько мы из интернета узнаем, очень много красивых жестов делают ребята, девушкам. Ну, когда у нас это было как-то просто все. Предложил руку и сердце, я недолго думая, согласилась. Конечно, за 27 лет всякая бывала в жизни, как и в каждой семье, но мудрость и любовь всегда были определяющими в любой ситуации. Бывало и в спылим, и я, и он. Ну, как-то вот я, особенности я, старалась углы обходить. Понимание, наверное, компромисс какой-то. Находить точки соприкосновения, и все будет хорошо. Да? Да. Я никогда не жалел о сделанном выборе. Я радуюсь, я благодарю, не знаю, небеса, Всевышнего, что вот так жизнь сложилась, и я с этим человеком живу. И еще одно неизыблемое правило семейного счастья Кушховых – работа остается на работе семья дома. Семья Кушховых, кстати сказать, межнациональная. Мама у Александра русская, сама она абазинка, а Юрий черкес, воплотила в себе все качества, которые традиционные религии России признают идеалом супружества – взаимная любовь, верность, уважение, готовность прийти на помощь друг к другу, забота о нуждах всех членов. Я благодарна Богу, что я родилась именно в такой семье, что у меня именно такие родители самые заботливые. И, несомненно, является примером по жизни для меня и также для моего старшего брата. Мадина Каракетова, Роберт Джигутанов, Станислав Полянский, Вести, Карачаево, Черкесия. Такой была среда в Карачаево, Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «Березка». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей.